Мы созданы по образу и подобию Божьему. Все. Геи тоже и лесбиянки тоже. И сексуальность каждого человека, неважно какова она, является бесценным даром от Бога. И мы гордимся тем, кем мы есть. Это иконы, это святые, это гомосексуальные святые, ЛГБТ святые. Вот, к примеру, есть среди святых, как в православной, так и католической церкви, так и в других, есть очень много геев также и лесбиянок. Вот, к примеру, остановимся, святые Палет и Нектарий. Они оба римские воины в Армении. И святые признаны как католиками, так и православными. Мне кажется, святые признаны, это верно. Это святые мученики. Справа это Нектарий. Он христианин, третий век. Он, он влюбился в язычника. Тот, который слева, это язычник, Палиект. Он сказал своему возлюбленному, что нам придется вскоре расстаться, потому что меня отдадут на мучение, поскольку началось сильное гонение на христиан. И тебе придется отречься от нашей дружбы. Его возлюбленный сказал, ни в коем случае я не отрекусь, я лучше приму твою веру. И в итоге, когда казнили, обезглавили его возлюбленного, его любимый вышел на центральную площадь, это в Армении происходило. Память о них 13 февраля по Григорианскому календарю. Празднование в православной и армянской церкви 9 января. Давайте этот стих не вырывать из контекста, а прочитаем его полностью, и вы увидите, что он в первую очередь против вас написан, против натуралов и гетеросексуалов. Да, да, да. С гетеросексистской точки зрения, да, это противоестественно. Я родился геем, гомосексуальным. Для меня противоестественно быть женщиной, потому что для меня это неприемлемо. И на основании этого стиха, да, если я буду, вопреки своей сексуальности, буду быть женщиной, то это тогда для меня будет грехом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова